друзья всем привет во первых я хочу поблагодарить каждого кто оставлял комментарии под прошлом видео про отзывы на отеле городе санья и в общем то как обычно у меня очень спонтанная история которая считаю что очень актуально то что сегодня пошла на пляж и примерно половина людей которые я там видела это были туисты русскоговорящие да и половина соответственно китайцы и судя потому что уже visa free policy в действии и люди приезжают на остров и вы мне пишите тоже спрашиваете вопросы на эту тему сегодняшнее видео это памятка туристу на острове хайнань и так номер один обязательно пользуйтесь санскрином носите одежду с длинным рукавом то есть всячески защищайтесь от солнца но здесь очень-очень сильно агрессивно сегодня я была на пляже в 11 утра вот пожалуйста я вгорела я живу здесь три года ребята вы думаете что это шутки какие-то солнце действительно очень-очень агрессивная и от него надо защищаться конечно молодость кожи зависит прежде всего от того как мы заботимся они там памятка туристу напоминаю сегодняшнее видео номер два все жалуются на песчаных бог да ну я предпочитаю называть их мошки потому что я видела как выглядит блоха на котенке и это совсем не выглядит так это просто супер маленькая вот как дрозофила которая есть фрукты только она от тебя может укусить самый главный лайфхак который я могу сказать на эту тему пользуйтесь маслом кокосовое масло ну кстати имеет небольшой фактор защиты от солнечного воздействия тоже масло для загара в общем любое масло которое приятно вашей коже просто используйте его перед тем как в общем-то ложитесь на на полотенчик данный кусочек никто вас не будет кусать все будет хорошо но по моему опыту есть люди у которых прям очень много укусов есть которых совсем не кусают я думаю что это зависит от группы крови резус фактора в общем для этих мошек какие-то люди вкусные какие-то не очень здесь уже нужно вопрос задавать биологам но обязательно масло кокосовое продается в любом магазине вот в супермаркете заходишь в супермаркете покупаешь кокосовое масло на пляжике помазался никто тебя не кусает все отлично купаешься не обгораешь так сильно и все будет у вас хорошо по моему опыту больше всего жалоб с пляжа санья бэй с других пляжей поменьше где-то вообще не кусают где-то кусает совсем чуть-чуть но опять-таки это ребята очень субъективно потому что кого-то вообще не кусают кого-то кусают очень сильно но здесь самое главное не чесать места укуса и понимать что мы находимся в тропиках да то есть санья находится на тропической широте и поэтому как бы это минусы с которыми приходится здесь жить да еще у нас тараканы здесь огромные еще они летать умеют и много разной другой жидности но такова природа здесь ничего с этим не поделать нужно просто заниматься биохакингом на дальше номер три пункт номер три обязательно торгуйтесь на уличных прилавках да где фрукты там допустим продают или на рынке морепродукты вы можете или какие-то сувениры да то есть то на что нету фиксированной цены они просто вам называют вы можете сторговать там ну хотя бы юань до для собственного успокоения души потому что это в их культуре если ты не торгуешься грубо говоря очень грубо говоря то ты лох не будем лохами до торговаться это нормальная история да они могут отказать отказать два раза три раза но все равно настаивайте на своем и таким образом можете во первых немножко сэкономить и во вторых получить новый опыт общения с китайцами например это тоже очень интересно пункт номер четыре если вы видите на асфальте красные пятна похожие на кровь не пугайтесь никого тут не побили это не кровь скорее всего это кто-то жевал бен лан и сплюнул его на асфальт сейчас в городе санья это запрещено за это есть штраф даже если полиция вот увидит как местный хайнанис плевает бен лан бен лан это такое недозрелый орех который вяжет рот и немножко поднимает давление и вот местные ребята у них еще такие зубы очень сильно красные потому что они много его употребляют они очень любят эту тему поэтому мне рассказывал кстати переводчик который здесь живет уже там лет 15 наверное что раньше весь пляж был просто красный вот заплеванный вот этой слюной с соком бен лана сейчас это запретили потому что туристы приезжают это лицо города и так далее так далее в общем если вы вдруг увидите не пугайтесь потому что у меня однажды был культурный шок когда я приехала в нанбин на городском автобусе выхожу на остановке там просто все красное я думала там кого-то убили но потом до меня дошло и поэтому этой информации я с вами делюсь просто для общего развития далее общайтесь с местными иностранцами почему это нужно делать допустим вы видите человека у которого там свой байк судя по всему да вот он где-то в тот же магазинчик заходит потому что ребята которые пережили здесь ковид то есть мы в том числе да видели всякое всякое да эти последние несколько лет и к их мнению и советам стоит прислушиваться однозначно они обладают информацией которую вам не даст ни один туроператор и мало какой гид до в автобусе который встречает вас из аэропорта или везет на экскурсию поэтому не стесняйтесь задавать вопросы просить о помощи заказать какой-то товар посоветовать сувенир куда-то съездить и так далее что-то новое попробовать для себя потому что даже те же туроператоры вчера я имела счастье посмотреть полуторачасовый вебинар от туроператора не буду называть откуда и так далее но в общем-то информация у них примерно до к видных времен просто сейчас они отправили своих турагентов посмотреть проверить провести так сказать ревизию да но сколько они здесь проведут ну 10 дней там до поснимают обзоры отелей видео из отелей как там все выглядит готовы ли они принимать туристов подпишут документы уедут поверьте те кто живет здесь местные иностранцы они знают гораздо больше и к их советам мнению и услугам стоит прибегать однозначно таким образом вы сделаете ваш отпуск и ваш опыт нахождения на хайнане совершенно особенным да и не похожим на все предложения которые вы можете увидеть в интернете когда забиваете отдых на хайнане там просто три страницы рекламы туроператоров далее пункт номер шесть соблюдайте местные законы соблюдайте местные законы и правила о чем я сейчас говорю если написано не плавать в этой зоне допустим это хайтанван это бухта которая следующая за я лунбей то не надо там плавать даже если очень сильно хочется просто зайдите по колено там освежитесь водичкой выходите потому что есть такие истории я не знаю как правда проверить на самом деле но я слышала про то что есть какие-то ужасные течения которые там тебя высасывают в океан воронки какие-то засасывают я конечно во все это не верю потому что я примерно знаю как работает океан да может конечно это от географии на зависит может конечно такое случаться но самый страшный враг это паника но в любом случае если написано что там не надо купаться не купайтесь там идите туда где надо и все будет хорошо и вы получите комфорт и расслабитесь собственно говоря чем вам будут кричать мегафон выходи там нельзя нельзя и туда не плыви сюда не ходи просто делайте так как они говорят и все будет нормально у вас эти правила не сложные они никак не ущемляют ничьи права и все хорошо то же самое касаемо езды на электроскутерах на байках без шлемов ребята это ну как бы оба же школьного уровня если ты садишься на байк неважно на электрический бензиновый надень шлем какая разница ты в шлеме или нет это твоя безопасность это как китайцы водят на дорогах это может быть совершенно неожиданная ситуация которую ты не можешь контролировать но ты мод ты сам ответственный за свою жизнь поэтому такие простые правила они помогут вам избежать проблем с поиском госпиталей там да от какой-то небольшой аварии или не дай бог еще чего похуже в общем то это не так сложно надеть шлем и поехать тем более печет солнце это даже удобнее далее это очень классный кстати пункт возьмите на заметку самые вкусные морепродукты продаются на рынке там же можно попросить чтобы их приготовили таких огромных креветок здесь я нигде не видела я путешествовал на бали на шри-ланку во францию португалию на азоры на канары в общем ребята это просто бомба качество морепродуктов совершенно невероятно здесь в ресторанах тоже конечно крупные креветки очень хорошая вкусная рыба разнообразие разных моллюсков и так далее но если вы придете на рынок у вас сразу выбор умножается на 5 способы приготовления можно тоже варьировать если нужно напишите в комментариях как вы какие фразы там да на китайском вам нужны я постараюсь следующее видео посвятить этой теме мы ели просто потрясающего лобстера три года назад именно на рынке и с тех пор как-то я этот опыт не повторяла осознанно но это было замечательно ты приходишь на рынок там своя атмосфера все что-то кричат там общаются везде шкварчат эти сковородки эти там моллюски все двигаются в общем это отдельный экспириенс который обязательно стоит попробовать и таких рынков вокруг города саня очень много ну я знаю минимум вот штук пять хотя город очень маленький 600 600 тысяч местное население по китайским меркам это просто деревня поэтому не брезгуйте такими местами это очень экзотично и необычный опыт дальше на что я бы хотела обратить внимание поскольку мы также занимались уборкой местных пляжей пожалуйста не оставляйте после себя мусор везде куда мы ходим в джунгли мы подбираем мусор за другими туристами везде куда мы ходим на пляж убираем и за собой и за другими потому что планета на которой мы живем она одна я думаю что вы осознанные ребята и прекрасно понимаете о чем идет речь это совершенно несложно и какой-то дополнительный вам плюс в карму удаст идее удовольствие доставит но в общем мы этим занимаемся и всех агитирую делать точно также чтобы чувствовать себя хорошо приходить на пляж где чисто и в сравнении с таиландом или вьетнамом как бы вы сразу поймете что в санье гораздо чище то есть ты идешь по дороге не валяется не солинки и пылинки не бычка от сигареты ничего да здесь лучше убираются но также нужно свою личную ответственность вкладывать в этот процесс далее следующий пункт номер 9 попробуйте скачать alipay его можно скачать в appstore или google play и привязать свою карту я не знаю какие именно карты можно поскольку я здесь живу у меня карта сейчас банковская китайская я не могу вам сказать но говорят что например казахстанские карты привязываются и это значительно упростит процесс покупок чего-либо вообще да то есть вплоть до таобао можете уже заказывать себе посылки там со всего китая в отель которые за три дня придут кстати тоже да напишите в комментарии если пробовали подключиться к alipay свою привязать карту свой номер телефона получилось у вас или нет потому что это только откатывается система пока еще непонятно работает полноценно или нет следующий пункт номер 10 если вы пойдете на пляж и увидите там китайцев то особенно китаянок да то вы увидите что скорее всего они полностью одеты иногда даже есть фейски не да на лицо специальные маски чтобы там не загорать и девочки носят вместо купальников такие платьица то есть это как купальники но они выглядят как такие мини платья шортиками внизу и вы сразу почувствуете контраст между туристами и китайцами да потому что китаянки в большинстве своем есть конечно ли европеизированные такие уже девочки они очень скромно одеваются и вы никогда не увидите китаянку в каких-то стрингах где вот там вот одна ниточка возле попы имейте это в виду если вас очень откровенный купальник и на вас пялятся китайцы они просто не очень привыкли к тому что женщины одеваются вот так на пляж если вам это некомфортно просто выбирайте купальники в котором вам будет комфортно соответственно не нужно сильно шокировать мне кажется народ потому что все-таки впечатление о нации о культуре складывается из таких маленьких мелочей и здесь мы плавно переходим к одиннадцатому пункту это вежливость я когда приехала первый раз на остров хайнань 2017 году с мамой я заранее выучила как сказать доброе утро спасибо пожалуйста и несмотря на то что я это записала себе русскими буквами как-то там когда приходила тетушка которая убирает номера я и всегда и говорила доброе утро она всегда отвечала мне в ответ и было очень приятно потому что очень мало туристов там пытаются что-то стараются да какую-то вежливость из себя выдавить из таких маленьких мелочей складывается целом уважение к обществу и в этом это не так сложно в этом нет ничего страшного и это всегда приятно да вот например я недавно девочки рассказывала что я сейчас иду по улице в дадум хай я вижу людей которые говорят по-русски туристы я прохожу мимо я здороваюсь я чувствую себя дикаркой потому что после ковида когда это было просто как пляжный вариант пост апокалипсиса нет ни души никуда нельзя ничего не работает видеть своих людей которые говорят на твоем языке это большое удовольствие и счастье и мне приятно здороваться с туристами и если вы будете здороваться ответ в ответ да то это конечно будет замечательно и опять-таки возвращаясь к маленьким шагам которые делают нашу жизнь лучше мы начинаем себя мне бы хотелось чтобы в этом плане был какой-то прогресс потому что иногда ты здороваешься с человеком он просто отворачивает голову делает вид что не услышал и это немножко странно пункт номер двенадцать если вы останавливаетесь не в отеле а допустим снимаете виллу или квартирку не забудьте в течение суток после прилета пойти в полицию с контрактом до или с хозяином квартиры там с агентом и со своим паспортом зарегистрироваться в полицию потому что иначе у вас будет штраф такое правило если вдруг вы приехали там по семейной визитам навестить родственников друзей и так далее вам обязательно нужна регистрация когда вы делаете чек-ин в отеле это происходит автоматически они отправляют ваши данные в полицию и в общем то здесь нет никаких проблем никуда ехать не надо но если вдруг вы решили частным образом там снять квартирку сами готовить открывать новые места там часто переезжать и так далее то имейте ввиду у вас есть сутки для того чтобы пойти в полицию и зарегистрироваться там если что уже через переводчик они подскажут помогут какие еще нужны бумаги и что-то еще планируйте пожалуйста ваш досуг заранее пункт номер 13 если вы хотите посетить определенные места достопримечательности попробовать какие-то новые активные виды отдыха пожалуйста заранее подумайте об этом потому что люди приезжают уже большими автобусами несколько самолетов неделю из казахстана и вот-вот настанет период когда уже будет саня также популярны как до ковидные времена соответственно если вы заранее думаете о своем досуге это залог вашего же комфорта и того что вы увидите то на что что рассчитывали увидеть собственно на пункт номер 14 запишите себе на листочке попросите гида или подготовьтесь заранее несколько фраз на китайском языке а лучше даже вот заучить их если нужно делать такой вот мини-разговорник да по китайскому языку то тоже мне дайте знать я следующее видео этому как раз хотела посвятить какие фразы нужно туда включить например китайская кухня довольно острая если вы не толерантны вообще никакому виду острых специй то вам нужно знать как это объяснить или показать на листочке тогда это спасет ваш желудок тем более если у вас там показания какие-то есть острые не кушать это не так сложно и буквально пара разговорных фраз сколько это стоит там уступите в цене пожалуйста не остро спасибо до свидания то есть это easy вообще сделать и это обязательно потому что поверьте не все китайцы здесь говорят на русском языке есть конечно индивидуумы очень редко но встречаются сейчас кажется все чаще они откуда-то повыползали все на пляж и начали предлагать там услуги яхты и так далее но все равно если вы чуть-чуть отъедете от города никто там не говорит ни по-английски не по-русски только по-китайски это вы знаете сколько диалектов много есть лучше заранее подготовиться пункт номер 15 используйте яндекс переводчик он работает без vpn все что вам нужно скачать это приложение и вы здесь можете если у вас есть интернет соответственно общаться с китайцами иногда конечно он бывает подключивать но 96 процентов случаев работает безотказно хотя бы на перевод шрифта да то есть но текст я имею в виду не обязательно даже голосовой вариант это очень спасает особенно то что он без vpn работает отличная система можно делать скрины там с маркетплейсов допустим и смотреть уже по скринам что там было написано то есть это очень сильно выручает яндекс переводчик вообще ребята молодцы супер пользуюсь здесь вот уже четыре года заранее установите vpn вы я думаю если имеете инстаграм и уже знаете что это такое в общем то эта программа которая позволяет обходить китайский firewall и если вам нужно связаться со своими родственниками сказать что вы хорошо долетели что все замечательно там сделать звонки или вам по работе нужно быть постоянно на связи пожалуйста заботитесь несколько приложений vpn а даже платного да я советую приобрести потому что если вы привыкли быть на связи постоянный и ваш отпуск он такой как бы полуотпуск то надо все время думать куда бежать за интернетом где симку покупать и так далее то vpn обязательно вам пригодится иначе вы не сможете пользоваться ни ватсапом ни инстаграмом в общем то ничем где сервера находится в америке да никак не каким из этих приложений не фейсбуком в том числе и наконец последний пункт да ура я дошла я сделала это узнайте пожалуйста у своего мобильного оператора условия роуминга стоит ли вообще покупать местную сим-карту или можно будет воспользоваться роумингом если вы не работаете на удаленке и вам нет смысла постоянно быть на связи можете наверное использовать роуминг и интернет который есть у вас в отеле но если вы приезжаете через тур оператора то я думаю что нет никакой проблемы в том чтобы купить себе сим-карту и чувствовать себя более свободно в плане трафика который вы используете на вашем девайсе и в плане чувствовать себя более безопасно да скажем так то есть вдруг понадобилось вызвать там такси вдруг еще какие-то проблемы возникли вы можете там не знаю связаться допустим с нами в том числе если будут какие-то вопросы по активности острова и потребуются какие-то советы или нужна будет помощь всем спасибо что вы снова зашли на это видео у меня прям супер-супер мало времени нужно сейчас бежать уже закат закатился за гору солнца становится меньше обещаю купить себе микрофон понимаю что звук ужасный но надеюсь что информация которую я дала была полезной дайте пожалуйста обратную связь и встретимся в городе Саня пока пока